Этого лемура привезли из Магнитогорска. У прежних хозяев он прожил два с половиной года, но теперь ухаживать за экзотическим питомцем просто нет времени. А этого слепого кролика купили в магазине. Сейчас ему требуется помощь. Историй спасенных животных у ветеринара Далакяна сотни. Кого-то удается пристроить, но чтобы несчастных питомцев стало меньше, его фонд зоозащиты решил открыть школьный зоомузей. Это будет живой музей, где будут вести всеобразные уроки биотики. Очень заинтересованы в этих наших уроках очень многие школы, очень многие даже учебные заведения и техникум, и студенты. Дружба между фондом «Спаси меня» и 123-й школой началась 15 лет назад. Они вместе проводят благотворительные акции и открытые уроки. Почти каждый ученик здесь может рассказать свою историю спасения животного. Кирилл Берсеньев с другом освободил кошку из заваленного мусором и металлическими прутьями подвала. Школьники сумели оказать пострадавшей первую помощь. Я сначала ее привел домой, ее накормил, потом ее отвели, мы ее потом отдали. Сейчас она там тоже живет. Часть экспонатов зоомузея уже готова к переезду. Эти фотографии, например, подарил музею один из любителей подводной охоты. Учителя и ветеринарные врачи уверены – экспозиция будет пополняться. «Когда будет место, где дети могут не только прийти, посмотреть, но обычно дети все и сразу все несут в этот музей. То есть все самое заботное у детей есть, они принесут туда, где можно друзьям своим показать, чтобы другие дети посмотрели». Основная часть экспозиции посвящена самой громкой истории спасения. Тигренка Жорика к жизни возвращали буквально всем Челябинском. Сейчас он живет в заповеднике на Дальнем Востоке, а музей зоозащиты будет носить его имя. Ирина Девятова, Михаил Тимофеев, Вести, Южный Урал.